Сегодня стартовало событие, которое может повлиять на мировую геополитику. В Пекине начался съезд правящей Компартии Китая. На нем изберут главу партии и страны. От этого будет зависеть и курс, и внешняя политика государства. Но интриги нет. Практически никто не сомневается, что Китай снова возглавит его нынешний лидер Си Цзиньпинь, который за 10 лет сосредоточил в своих руках максимальную власть. Коронация Си Цзиньпиня – так называют сегодняшний съезд Компартии Китая западные СМИ. Его полномочия, статус и титулы уже можно сравнить с теми, что были у основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. В результате голосования почти 2300 делегатов съезда правящей Компартии Си Цзиньпинь, вероятно, станет первым лидером Китая, оставшимся в этой должности на третий срок. Кроме того, что Сипири изберут генсеком ЦК КПК, он станет так называемым народным лидером. Раньше только Мао Цзэдун и его преемник Хуа Го Фэн получали эти титулы. Все предшественники Си Цзиньпиня подчинялись негласному правилу – не более двух сроков на посту главы партии страны. Однако Си первым в новейшей истории Китая сломал эту традицию и начал укреплять свою власть в партии самым решительным образом. В 2018 году он отменил ограничения на два президентских срока, первоначально установленные бывшим лидером Дэн Сяопином в 80-х годах для предотвращения новой диктатуры. Центральный комитет объединил всю партию военных и китайский народ и повел их к эффективному реагированию на серьезные сложные международные события и ряд огромных рисков и вызовов. С большими усилиями и решимостью мы неуклонно продвигали социализм с китайской спецификой в новую эпоху. Накануне съезда Си Циньпинь устроил новые чистки. Сразу несколько руководителей высшего звена в КНР получили высшую меру с отсрочкой исполнения. В общей сложности с момента его прихода к власти под предлогом борьбы с коррупцией наказание понесло уже более миллиона чиновников разных уровней. Критики властей утверждают, что китайский лидер таким образом расправляется со своими политическими оппонентами. На одном из баннеров написано «Выходите на митинг, чтобы избавиться от диктатора и национального предателя Си Циньпиня». Это очень редкое и экстраординарное явление. Видеть возмущение людей не только правительственной политикой, нулевой терпимости к коронавирусу, но и лично Си Циньпинем. Юбилейный 20-й съезд Компартии Китая продлится почти неделю. Такие собрания проходят раз в пять лет. Оценивается деятельность партии в предыдущий период и строятся планы на следующую пятилетку. Ровно за месяц до съезда на страницах наиболее авторитетного идеологического журнала Компартии вышла статья Си Циньпиня, где он перед выборами пугал Китай распадом СССР. По его словам, Китайская Компартия – флагман глобального социалистического движения. И именно поэтому она должна научиться постоянно исправлять себя, чтобы избежать судьбы Советского Союза. Также Си призвал армию Китая готовиться к войне. Одна из навязчивых идей Китая состоит в том, чтобы не допустить, чтобы Китай не повторил судьбу Советского Союза. Я думаю, этим одержим Си Циньпинь. Вот почему он укрепил партийное руководство наверху страны. И он также усилил идеологическую работу в борьбе против любых либеральных идей в Китае и за его пределами. Когда Си 10 лет назад пришел к власти, Соединенные Штаты все еще были партнером Китая. С тех пор Пекин стал главным экономическим противником Вашингтона. Начатая еще Дональдом Трампом, политика сдерживания заставляет Пекин адаптироваться к новой реальности. Снижать зависимость от экспорта, добиваться технологической самостоятельности, искать неожиданных союзников. В то же время, со стратегической точки зрения, я думаю, что Китай не может ослабить свой квази-союз с Путиным, с Россией. У Китая не так много друзей по всему миру. И Путин один из самых надежных друзей и партнеров. Антиамериканские настроения Си Циньпиня, расширение глобального влияния Китая, возрождение диктатуры и партии государства могут сблизить китайского лидера с наиболее опасным диктатором мира Путиным. С другой стороны, провокационный с точки зрения Китая визит Нэнси Полоси на Тайвань доказал, насколько хорошо выстроена коммуникация между Пекином и Вашингтоном, несмотря на ожидания Москвы и вопли российских пропагандистов про начало Третьей мировой войны. Западные украинские эксперты считают, что Си Циньпинь продолжит международный курс на выведение Китая в лидеры мировой экономики. В отношении России Пекин будет исходить из своих интересов. Когда выгодно, будут поддерживать, когда нет, промолчат. В отношении Украины Китай будет продолжать занимать нейтральную позицию. Сдерживающим фактором будет то, что страны ЕС продолжают быть главным торговым партнером Китая в мире. Хочу напомнить вам, что ежедневный товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро. А с Россией и Китая этот показатель составляет в пределах 300 миллионов. Затягивание войны и нанесение ущерба мировой экономике не отвечает ничьим интересам, особенно интересам Китая. Таким образом, как пишет американский журнал «Тайм» в возрасте 69 лет, СИ становится самым могущественным лидером Китая в современной истории. Никогда еще глобальная экономика и средства к существованию многих миллиардов людей не зависели от прихоти одного человека. На связи со студией Александр Мартыненко, генеральный директор «Интерфакс Украина». Александр Владимирович, здравствуйте. 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 Си Цзиньпин, вероятно, станет первым генсеком ЦК КПК, оставшимся в этой должности на третий срок. Вот все к этому идет, как вы считаете? Ну, мне сложно сказать, я не нахожусь в Пекине в данный момент и в кулуарах. На ваш взгляд, со стороны? Ну, со стороны, ну, то, что пишут наши иностранные коллеги, ну, пока ничего не говорит о том, на что что-то изменится, да, покамись. Ну, это Китай, значит, дело такое, страна тонкая, и на нее надо понимать, что происходит внутри, поэтому посмотрим, подождем немножко. Ну, вернемся тогда к нашим уже вот состоявшимся диктаторам. В Российской Федерации реализуется план по демонтажу путинского авторитаризма. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Вот он обратил внимание на самострелы мобилизованных российских военных в Белгороде, аресты генералов и конфликт в ближайшем окружении Путина. Вы видите такие признаки? Нет, ну, вижу признаки того, что система, которая работала долгие годы как система, действительно, в России это было, она потрескивает, она еще не развалилась. Она трещит просто потому, что она не способна работать, она не отделалась для того, чтобы работать в таких условиях, в условиях войны, в условиях напряжения всех сил. Давайте будем реалистами. Россия все это время спокойно продавала нефть и газ, спокойно их употребляла, спокойно, кому надо, повышала заплаты, когда надо, не повышала. И, в общем, жила в относительно таком бальяжном режиме, имея в виду элиту тоже. Поэтому они, конечно, разучились и работать много, и думать быстро. Ну, не надо было все эти годы. А вот это то, что сейчас происходит, это все равно, что, знаете, вот если машина ехала 60 метров в час, вот такая какая-нибудь небольшая, вот она ездит, 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 потом ей сказали, надо 90 сходу. Да, и вот она сжал водитель педаль газа в пол, и вот она несется, она трещит, там от нее что-то по дороге отваливается, но она летит, причем без возможности быстренько там свернуть налево-направо. Вот это немножко напоминает все это российскую систему, поскольку, еще раз говорю, она не была приспособлена до работы в условиях напряжения, предельного напряжения. Сразу выползают какие-то недосчеты, какие-то проблемы, какие-то нехватки, дефициты, что-то где-то украли. Но при этом не надо забывать все-таки про размеры. Размеры большие, размеры страны, ресурсов, все остальное, условно говоря, даже половину украдут, все равно половина останется. Да, и эти ресурсы могут быть направлены на войну, поэтому для нас испытания, конечно. Александр Владимирович, вот мобилизация в России, чем закончится это все по-вашему? Вот пилота уже с рейсов снимают, повестки раздают возле метро, на похоронах. Знаете, я сегодня там читаю разные оценки того, российские оценки, в том числе и оппозиционные. Сколько там на самом деле всего мобилизовано, причем они самые разные. Там от 220 тысяч, которые говорил Путин, до 700 тысяч, которые, по мнению некоторых, уже реально призваны для того, чтобы закрыть полностью линию, как они говорят, линию соприкосновения, раньше говорилось, теперь видеофронта, полностью закрыть ее вот этими окопами, а не опорными пунктами. Знаете, в принципе, нагнать людей они, конечно, могут. И, как мы видим, многие россияне, они, может, им что-то не нравится. А нравится, не нравится, рассказал Путин, понятно, надо идти. И вот они им не нравятся, они идут, и так или иначе, они, конечно, получат свои автоматы, не все получат бронежилеты, они сядут где-то в степи, в степи холодные, многие без зимней одежды, конечно, получат пневмонию и уедут, это самые счастливые. А получат пневмонию и уедут лечиться. Но достаточно много народу, конечно, будет там сидеть. Вопрос один, связанный с мобилизацией, на который ответа реального нет. Сколько они украли, например, зимней одежды, и сколько они смогут сейчас купить на Алиэкспрессе. Я про Алиэкспресс не шучу, это на самом деле правда. Они покупают сейчас, насколько я знаю, россияне покупают на Алиэкспрессе зимнюю одежду. Сколько украли боеприпасов, сколько украли автоматов. Масштабы воровства, поскольку их не знает Российская Федерация сам по себе, включая Путина, я думаю, что для многих это будет неожиданностью, но мы точно этого не знаем, мы это сейчас увидим. То есть вопрос не в том, сколько можно загнать людей в степи под Херсон, а сколько можно вооружить, одеть, обуть и накормить. Потому что если толпа будет голодная, промерзшая, то это уже действительно будет напоминать российскую армию перед 1917 годом. До этого там было более-менее неплохо с снабжением по сравнению с нынешним. И тогда, конечно, вся эта толпа становится малоуправляемой и маломотивированной. Посмотрим. Понятное дело, что никакие серьезные силы из них сквозить не получится, но масса, в том числе завезенная на Беларуси, например, с угрозой нашему северу, который тоже все видят, все понимают и предпринимают мир, но тем не менее это огромная масса народа. Насколько она вообще способна хоть на что-то, думаю, сейчас не знает никто, включая их командира. И мы будем наблюдать за этим разведением в ближайшее время. А то, что расстрелы подобные Белгородскому будут продолжаться, в этом не сомневаюсь, потому что, понимаете, не в традициях российской армии, российского общества толерантность. Я имею в виду сейчас толерантность, например, к представителям других религий. Как мы знаем, глубоко убежденность есть в российском обществе и в армии тоже, о том, что на самом деле все эти мусульмане, они не то, что не друзья, они скрытые враги. И вот это, только чем больше их призывут, значит, в армии мусульман, тем больше таких потенциальных точек и потенциальных мест расстрела сослуживцев появится в российской армии. Продолжая вашу мысль, на уходящей неделе была еще одна новость. Регионы России, которые дают больше всего солдат и имеют больше всего потерь в этой войне, они оказались и самыми бедными в России. Рейтинг составила РИА Новости. Это Тува, Калмыкия, Дагестан, Бурятия. Вот не обидно ли людям там, скажите, и гибнуть, и жить в нищете? Есть надежда какая-то хоть на сопротивление в национальных республиках? Нет, вы знаете, я думаю, надежды особо никакой нет, потому что все, что сделала за 20 лет система в России, она просто полностью уничтожила, ну или практически уничтожила вот это понимание о том, что человек тувинец, то есть человек, который живет в Туве, это он тувинец, и у него есть как-то национальность. Они все решили, все россияне. Вот, поэтому иногда этому сопротивляются, но очень часто нет. И не будем забывать, вы правильно сказали, что там же самые бедные регионы, там же денег нет, там перспективы нет, там ничего нет. Вот там тысяча долларов в месяц или полторы будешь получать, а потом вернешься, будешь уважаемым человеком, поэтому люди оттуда едут. Ну и, знаете, у буддистов все-таки тоже, если говорят Туве, другое немножко представление о жизни и смерти. Для них смерть не так трагична, как для нас. Поэтому будут они ехать, как миленькие. И я бы, честно говоря, не думал сейчас и не надеялся о том, что речь пойдет о сопротивлении национальных республик, как у нас многие говорят, что народы проснутся, народы теперь спят глубоким сном. А если говорить о внутренних противоречиях, то они значительно больше на уровне экономики, на уровне неравенства людей, которые живут, пусть, допустим, в двух русских городах, но резко отличающиеся друг от друга, которые живут, например, в моногородах, где производство закрылось на заводе, который был городообразующим. И жизнью относительно комфортной и безопасной жизни в столице, например. Ну и самое главное, это противоречие не на уровне людей, то есть не отношение людей к власти, давайте про это честно говорить, и даже не надеяться, а противоречие внутри российской власти между теми людьми, которые находятся формально недалеко от Путина, а фактически уже являются полевыми командирами. Я имею в виду Пригожина, Кадырова, там отдельные люди из главного управления бывшего ГРУ, ФСБ и так далее. Они все больше начинают напоминать полевых командиров времен независимой Айчкерии. Я сейчас не сравниваю, как в антигосударстве, я сравниваю их самостоятельность. Они очень самостоятельные становятся. У них есть танки, у них есть бронетехника в целом, масса вооруженных людей, а у некоторых есть самолеты, например. И, честно говоря, мне больше кажется вероятность того, что они в один прекрасный момент начнут разбираться, кто в Москве главный, значительно больше, чем, допустим, наша вероятность каких-нибудь народных взрывов. В конце концов, эти дворцовые перевороты или попытки взять власть вооруженным путем в истории Российской империи – это не новость, это, я бы сказал, даже традиция. Президент Таджикистана Имамали Рахмон на саммите Центральной Азии России призвал Путина с уважением относиться к своим партнерам, а именно попросил не проводить по отношению к странам Центральной Азии, политике, вот как бывшим республикам Советского Союза. Какой сигнал получил Путин, как вы считаете? Ну, Путин получил, я думаю, не сигнал, а получил подтверждение того уже мнения, я думаю, не уже сформировалось, потому что, когда еще, о том, что друзей у него нет вообще никаких. А соратников временных, типа там Северной Кореи и Белоруссии, можно посчитать по пальцам одной руки, а не двух. А все остальные – это не друзья, не соратники, это те, кто только ждет удобного момента, чтобы ставить ему нож в спину. И я должен сказать, что если он об этом думает, то он не дарек от истины, это правда. Потому что вся российская политика, в том числе и в Средней Азии, и в других регионах мира, она приводила всегда к тому, рано или поздно, о том, что эти страны становились благодаря тонкостям этой политики, так сказать, становились, превращаясь в друзей, даже друзей там не было, но, скажем так, из каких-то там временных попутчиков, превращаясь в постоянных противников. Вот, собственно, по какому пути идут страны Средней Азии. Тем более, что их с благодарностью и с радостью, я вам сказал, встретят в объятиях Китая, о котором мы уже говорили. К этим странам проявляет интерес Турции. То есть дефицита, допустим, в технологиях, в ресурсах, в этих странах не будет. И они об этом знают. И Россия не является монопольным поставщиком ресурсов туда. А у них, на самом деле, в том числе, в Джагистан, например, о котором он говорил, есть большие собственные преимущества. А именно та граница с Афганистаном, которую Рахман контролирует. И отношения, насколько я знаю, с Афганистаном у них там более или менее налажены. И поэтому в один прекрасный день вся бригада, которая там российская находится еще до сих пор у жены сил в этой стране, она может оказаться в блокаде. Поэтому у него, когда он говорит что-то, человек все-таки, не будем забывать, столько десятилетий про бывший лидером очень неспокойной страны. Поэтому уважать его хотя бы за это надо. Так вот, он прекрасно понимает, что он может поставить в один прекрасный день Россию в очень неудобное положение. И вот, собственно, это да. Я бы сказал, что это такой коррективный сигнал от среднеазиатских республик. Я, кстати, не удивлюсь, что они даже, ну, кроме Сатургизии, это отдельная история, что они даже там посоветовались, кто об этом скажет. Но, видимо, вызросла Рахман и выразил вообще на меня. Но это выглядело как такая даже пощечина, вы знаете. Я думаю, что Путин не ожидал этого. Нет, это Димаш называется. Это не пощечина, это Димаш. Я думаю, что он согласован был как минимум на уровне узбекского, казахского президента. В общем, я скажу, есть немножко другая история. Может быть, туркменского. Во всяком случае, он на самом деле выражал, конечно, общее мнение всех этих стран, которые ему уже... Я бы сказал, что когда они опасались России всерьез, когда в России были развязаны руки, когда не было войны, когда масса была под рукой военнослужащих, которых можно было туда отправить, они, как мы помним, особенно там не... Ну, старались там вести себя очень скромно и сдерживались. А теперь, когда они видят, что в России возможностей-то меньше, с каждым днем все меньше и меньше, что армии уже пугать не надо, потому что вся армия в Украине и вокруг нее, а там ничего не осталось. А то, что будущее у самого режима в связи с санкциями и всеми остальными достаточно такое туманное, как минимум, вообще печальное, то почему же, видимо, посчитали, что пришло время, например, сказать в лицо. Не какой-нибудь там пресс-службой МИДа, а просто вот в лицо сказать Путину, что все, хватит, мы уже не младшие братья. Мы вообще, может, не братья. Поэтому давайте так вот. Как вы к нам, так и мы к вам. Это смысл, позвучавший, был такой. Ну, конечно, в истории, я не знаю, этих объединений СНГ и Евразийского Союза, какие угодно можно называть, но в большой этой истории я должен сказать, что это, ну, беспрецедентный случай. В Гаге создают специальный трибунал для суда над Путиным и всем политическим руководством России. Вот суд может начать работу примерно через год. Каким, вы считаете, должно быть наказание для этих людей? Ну, знаете, насчет судебной перспективы всего того, что касается режима, я бы сейчас особенно не больше обсудил за ситуацией. Потому что мы все прекрасно понимаем, насколько это трудно. А насколько трудно на международном уровне кого-то осудить. Такие случаи, на самом деле, считаны. Есть в нашей истории, там, условно, Милошевич, которого так иначе суд не закончился, он умер, там, у меня есть. Там полевые командиры этого времена Егоставской войны. Есть, значит, некоторые организаторы геноцида в Африке, в разных странах. И, собственно, все. На самом деле, международное правосудие, оно не поставило на поток вот такое вот осуждение диктаторов, агрессоров и остальной разной этой публики. Мы, на самом деле, своими усилиями вырабатываем этот механизм. И, надеюсь, выработаем. Но, еще раз, мне кажется, что рассчитывать на Нюрнберг вот прямо сейчас сложно, потому что Нюрнбергский трибунал, я имею в виду. А потому что, ну, для этого должно быть полное военное поражение. Причем не относительное военное поражение России, а полное военное поражение России. Ну, как мы помним, Нюрнберг начинался тоже не с полного поражения Германии. Еще с 42-го года начинались первые переговоры о том, и англичане, кстати, говорили, когда говорили о нацистах, они говорят, что нужно обсуждать только место, где их вешать и длину веревки, если вы помните. А, кстати, в Гаге вот сейчас разминаются, да, если можно сказать. Начался суд над фактическим спонсором геноцида в Руанде, Фелисьеном Кабутой. Он был владельцем радио и телевидения «Тысячи холмов». Вот этот рупор разжигания межнациональной вражды, он сыграл одну из ключевых ролей вот в геноциде, да, его обвиняют вот как раз в преступлениях против человечности. Как видим, срока давности за такие преступления не существует все-таки. Безусловно. И если иметь в виду самых ярких персонажей, он-то был и рупором одновременно, да, и финансистом одновременно, такая ключевая фигура. Но все-таки давайте, ну разница есть в том, что это небольшая страна, и он в итоге оказался живущим во Франции, в общем, бедным, без денег, без никого, без ничего. И поэтому его вязать было просто уже проще простого. Мы имеем дело все-таки со сверхдержавой, но я бы все-таки больше, если проводить аналогии, то не с этим судом. Поэтому в случае, скорее, это привет Соловьеву, Киселеву и Симонян. А с ними, кстати, может быть. А вот что касается остальных, именно организаторов, это, конечно, больше действительно ближе к Нюрнбергу. Я согласен с тем, что готовиться к этому надо, но еще должно быть понимание, что, может, это и произойдет действительно раньше, чем мы думаем. Потому что тоже, когда в 1942 году начинались все эти процедуры, я думаю, тоже никто не рассчитывал, даже что это за три года произойдет. Так вот, готовиться, конечно, к этому надо, но что-то надо понимать, что да, вот уже в решающую фазу, фазу осуждений этот процесс перейдет к тогда, когда будет военное поражение. Но при этом еще раз в момент не надо забывать другого, о том, что был, кроме Нюрнбергского трибунала, было еще масса национальных трибуналов. Все-таки в Германии это и уникальный такой случай, когда, правда, они начались очень долго и начались не сразу. Осуждение разных преступников на разных уровнях. Я думаю, что это не менее важно, чем работа с лидерами-организаторами, потому что это огромное количество людей, которые так или иначе способствовали выстраиванию режима, подавлению всех возможных прав и свобод в отношении Украины и просто уголовных преступлений. Кстати, вот Нюрнберг просто дал юристам, всем судам инструмент, которым можно пользоваться. И, кстати, напомню, что сегодня как раз тот день, когда были казнены нацистские преступники в Нюрнберге. Вот Украина на этой неделе поставила ультиматум Красному Кресту, чтобы организация в течение трех дней отправила миссию в Еленовку. Там, напомню, содержатся украинские военнопленные. Красный Крест ответил, что силой пробиться они туда не смогут, но завтра, как заявил в нашем эфире народный депутат Егор Чернев, Украина выйдет на линию разграничений и будет ждать представителей Красного Креста. Придут, как вы считаете? На линию фронта имеется в виду, наверное, но я надеюсь, что да. Я, честно говоря, есть надежда на нового президента этой организации. Все-таки там поменялось, от руководства многое зависит, от личностных факторов никто никуда не отменял. Так вот, мне кажется, есть надежда, что она действительно будет более активной, просто потому, что имидж, будем прямо говорить, такой уважаемый за долгие годы организации, он на этом конфликте ломается и падает. Потому что, ну, нельзя быть настолько безинициативным. Я понимаю прекрасно и все понимают, что они не смогут зайти на территорию России, если, допустим, Россия контролируем, если этого не хотят. Но, во всяком случае, если этого нет, то, мне кажется, они должны в ежедневном режиме об этом говорить и подчеркивать это, а не молчать и соглашаться. Ну, там не пустили, ну и ладно. Ну, подождем, может, когда-нибудь пустят. И отношения с украинской стороны речь идет именно об этом, об активности, а не просто о соблюдении созерцательной такой позиции. Ну вот, поэтому, может быть, да, и появится, но я сомневаюсь, честно говоря, что их туда все не пропустят. Но еще раз, тут вопрос не в самом... Конечно, нам бы хотелось, чтобы они все это посмотрели, потому что описали все корректно. Но нам нужна активная позиция МКК, в принципе, по всему спектру проблем, не только Реневки, а также по депортации наших граждан, также по депортации детей, а также по всем тем беженцам, которые пытаются там из России, если из России куда-то уехать не получается. То есть это огромный комплекс проблем. Об этом надо говорить. Вот они это умеют разговаривать и писать заявление, астретменты. Вот пусть пишут. Хоть так. У них есть уникальный шанс приехать реально вот на линию разграничения с журналистами и сказать, вот Россия нас не пускает к пленным. Тогда это будет факт зафиксирован на весь мир, а не то, что мы написали письмо, нам ответили или не ответили. Ведь правда. Совершенно верно. И этот вот шест будет ну в какой-то степени показателем, индикатором, как мы с ними будем дальше жить. Жить с ними придется, потому что другой такой организации к сожалению нет. С такой разветвленной системой системой отделений по всему миру, с таким именем и так далее. Но вот нет ее. Поэтому так или иначе нам вынуждены будем заставлять их работать, говорить, и быть активным игроком. Я очень надеюсь, что у нас это получится. Ну, мы тоже надеемся, и мяч сейчас как раз на их стороне. Спасибо вам большое. Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс Украина, был в нашем эфире. Благодарю вас. Спасибо.